При попадании в снежный заряд три человека погибли в результате крушения Ту-22М3 в Мурманской области. 22 января 2019 года, 19.57 Георгий Масалов в Мурманской области потерпел крушение Ту-22М3. В Минобороны сообщили, что бомбардировщик в ходе учебного полета попал в снежный заряд, совершил жесткую посадку и разрушился. Два члена экипажа погибли на месте, еще один скончался в больнице. Один пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Компании Туполев пояснили, что в 2012 году был проведен капремонт самолета, и сообщили, что их специалисты примут участие в расследовании причин аварии. Жертвами крушения сверхзвукового дальнего бомбардировщика Ту-22М3 в ВВС России стали три члена экипажа, двое погибли в момент аварии, еще один позднее скончался в больнице. Об этом сообщили в Центре медицины катастроф Мурманской области. Один из пострадавших скончался. Трое погибших, один пострадавший, в реанимации в тяжелом состоянии, цитирует сообщение РИА Новости. Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что бомбардировщик потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета, он попал в сильную кратковременную метель, снежный заряд. 22 января 2019 года в Мурманской области после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3. В результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение, говорится в сообщении ведомства. В Минобороны подчеркнули, что на момент крушения на борту самолета не было боекомплекта. На месте аварии возник пожар, однако он вскоре был потушен. Пожар на месте крушения, по предварительной информации, потушен, сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области. Сотрудники экстренных служб в целях безопасности вывозят с места чрезвычайное происшествие обломки бомбардировщика. Идут работы по эвакуации самолета, его оттащат в безопасное место, сказал ТАС-источник в экстренных службах. Ошибка техники пилотирования в Мурманскую область вылетела специальная комиссия Минобороны, сообщили в ведомстве. На аэродром в Мурманской области вылетела комиссия Минобороны России для установления всех обстоятельств жесткой посадки самолета Ту-22М3. В настоящее время рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе техническая неисправность самолета, говорится в сообщении. Причиной происшествия могла стать ошибка экипажа, заявил ТАС-источник в силовых структурах. Было ухудшение погоды, и самолет попал в снежный заряд. В этих условиях, скорее всего, произошла ошибка техники пилотирования, которая привела к грубой посадке. В результате произошло разрушение конструкции самолета и возгорания, пояснил собеседник агентства. Специалисты ПАО Туполев будут участвовать в расследовании причин крушения бомбардировщика, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Специалисты компании-разработчика и производителя примут участие в работе комиссии по расследованию причин катастрофы, приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Туполева. При этом в компании рассказали, что потерпевший крушение бомбардировщик был произведен в 1986 году, а в 2012 он проходил капитальный ремонт. Также по теме при отработке маневрирования, что известно об аварии Су-34 на Дальнем Востоке. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 потерпели аварию при выполнении полета над акваторией Японского моря. В Минобороны России Ту-22М-3 поступили на вооружение СССР в 1983 году. Последний экземпляр был достроен в 1993-м. Всего было построено 268 таких самолетов. Оказавшиеся в распоряжении Белоруссии бомбардировщики были переданы России, украинские же были уничтожены. До этого инцидента Ту-22М-3 потерпел лишь одно крушение. В июле 2004 года при заходе на посадку на аэродроме Сольца в Новгородской области. Тогда погибли все четыре члена экипажа. Причиной катастрофы стали технические неполадки в энергоснабжении самолета. Полеты Ту-22М-3 будут запрещены до выяснения причин крушения бомбардировщика. Об этом сообщил ТАСС-источник в силовых структурах. На данный момент полеты всех Ту-22М-3 запрещены, пока не будут установлены причины сегодняшней авиакатастрофы, цитирует собеседника агентства. Касание в воздухе двух самолетов напомним. 18 января два истребителя бомбардировщика Су-34 столкнулись, в результате чего произошло крушение над Японским морем. При выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 Дальневосточного объединения ВВС и ПВО, сообщили в Минобороны. Летчики были вынуждены катапультироваться после аварии. Два пилота погибли, еще один пострадал. Пострадавший летчик был эвакуирован в Хабаровск, его состояние оценивается как удовлетворительное.